Жители Спаска Дальнего Приморского края увидели первые положительные результаты расчистки русел рек. За несколько месяцев было очищено более 8 километров русел. Благодаря этому весеннее половодие здесь впервые за много лет прошло без ущерба. Сейчас мы охотимся на самом опасном участке. Это слияние рек Спасовка и Кулешовка. Именно здесь был лес, были заросли и русло было не шире чем 2-3 метра. То есть сегодняшний день мы видим здесь все расширено. Это очень важный участок. Так как Спасовка исторически быстрее чем Кулешовка. И она всегда подпирала течением, что приносило естественно негативный сценарий. В период активного таяния снега реки Спасовка и Кулешовка не нанесли ущерба близлежащей инфраструктуре. Мы сегодняшний день видим уже колоссальный эффект. В период интенсивного таяния снега у нас был еще и интенсивный дождь. И где исторически река Спасовка и Кулешовка выходила из русла и потапливала жителей, этого уже не случилось. Специалисты проделали большую работу на реках, чтобы удержать их в берегах. В течение нескольких месяцев в муниципалитете работали три экскаватора, бульдозер, погрузчик, самосвалы. Мы работаем каждый день, так как мы сами охраняем технику. Работы очень много, она заключается не в том плане, что только техника отработала, например, каждый день. Утро начинается с того, что это, понятное дело, осмотр техники. Но очень многое, что подтягивается, шприцуется, очищается. То, ну, мы, например, в зимний период утратили до двух часов, чтобы отколотить технику от обледенений. Сейчас с одной стороны тепло, нету льда, но, как вы видите, здесь глина и песок. Песок – это как абразив. То есть, не очистив песок, идет значительный износ деталей. Поэтому каждый вечер техника очищается. Если закончили уже в темно, то чтобы просто по темноте эту работу не делать, мы на следующий день приезжаем раньше и тратим время сначала, чтобы очиститься. То есть, неочищенная техника к работе не приступает. Аналогичные работы в Елисе продолжаются в Октябрьском, Лесозаводском и Уссурийском округах. В общей сложности расчищено 57 километров в рамках неотложных работ и 20 километров в ходе плановых. Это уже дало результат при весеннем половодии. Однако главную проверку предстоит пройти во время летних дождей. Поэтому приморские спасатели стараются успеть сделать как можно больше. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.